Наши зрители несколько лет просят, чтобы я разобрал тибетский комплекс 5 жемчужин, око возрождения. Все не разберу, но хотя бы что-то. Первое упражнение какое? Встать ровно, выгнать ширине плеч, выставить руки в сторону и начать вращение по часовой стрелке. Правильно? Правильно. Все, отлично. Это можно делать. Когда ты так вращаешься, вреда не будет, будет польза. Какая польза? Ну, человек хотя бы начнет себя балансировать. Помните, как я уже говорил? И, кстати, для тибетской медицины это было очень важно, чтобы человек пребывал в балансе. Если ты начал вращаться и почувствовал, что тебя на четверти оборота уже покачнуло, то человек, любой человек, которого покачнет, он либо остановится, либо будет с этим покачиванием работать и приводить себя в баланс. С таким плечами сейчас давайте практически половим, да? Вот сделайте такие плечи, их сделает любой человек, которого попросили поднять руки и расставить их в стороны. Первое, что он сделает, это он поднимет плечи. Отключить плечи. Даже этого мало. Еще локти отключить. Если ты отключил плечи, отключил локти, то ты нащупал вот эти невидимые опоры, помните, которые я давал в наших видео. Невидимые опоры оперлись на воздушные потоки. Вот. Когда ты оперся на воздушные потоки. Первое упражнение очень, кстати, неплохое, да? Вот. Второе упражнение. Я думаю, мы сегодня дальше второго не пройдем. Иначе очень длинное видео получится. Поэтому давайте второе упражнение. Второе упражнение уже мне нравится тем, что оно человека уже кладет горизонтально. Чем оно мне нравится? Тем, что оно резко контрастирует уже с первым. То есть тебе нужно лечь горизонтально, положив руки на пол. Вот. Честно говоря, если бы я вот составлял комплексы, я бы вот так бы человека бы и оставил. Но я очень, так сказать, наверное, радикально отношусь к людям. И ОК Возрождении гораздо щедрее к человеку. Он предлагает не просто лечь горизонтально, а кое-что поделать. Кое-что это движение головой и движение ног. Понимаете голову. И там в руководстве, например, у вас написано. И крепко прижмите подвороток к грудине. Понимаете, да? Что вот в этом требовании. Да, понятно, откуда оно идет. Помните, и наши видео про подородок, да, всплывают и все. Но вот это вот требование, оно сразу человека переключает на внешнее. Человек будет именно крепко прижимать подбородок. Понимаете? Крепко. А идея какая вот в том, чтобы подбородок наклонить? В том, чтобы вытянуть позвоночник. И потом, смотрите, когда ноги поднимаются, поднимаются ноги, то там опять написано, а если вы можете, то еще и дальше их закиньте. Смысл в том, чтобы поднять голову и поднять ноги в том, чтобы вам позвоночник растянуть. Потому что это действительно хорошее упражнение. Особенно для утреннего комплекса, для комплекса утренней гимнастики. Что еще может быть лучше, чем растянуть позвоночник после сна? Или вообще его растянуть? Понимаете? Но тогда какой должен быть критерий? Вот ты натянул позвоночник с помощью головы и добавил натяжку с помощью ног. И вот эти две натяжки ты соединил ментально, мыслью формой. Тогда растяжка другая становится у нас. Смысленная, сознательная растяжка. И дыхание уже здесь у нас, если в первом упражнении, которое мы разбирали, дыхание произвольное, это обозначено во всех описаниях, то во втором у нас уже включается специальное дыхание. То есть, например, поднимать голову и поднимать ноги нужно на чем? На вдохе. Для чего, как вы думаете? Правильно. На вдохе мы еще больше распираемся, еще увеличиваемся в размерах. И вот эта растяжка через вдох увеличивается дополнительно. Никакой серьезный учитель не скажет сразу дышать как-то там специально. Скажет, ты дыши как получится. Прошли, дыши, как вот ты. Дыши, чтобы тебе было комфортно. Это будет правильно. Первые 10 лет дышать так. В этом комплексе есть нормативы к дыханию. Почему? Потому что этот комплекс не предназначен для передачи его по радиотелевидению. Но он передается по радиотелевидению. Прекрасно, прекрасно. Живем с этим-то. Что мы можем сделать? Живем с этим. Идея любого комплекса. Например, в комплексе 5 упражнений. Вот идея в том, чтобы каждое упражнение, оно усиливало какую-то идею, какую-то цель, которая в этом комплексе заложена. Понимаете? В квартире, да, у нас есть несколько комнат. Каждая вещает за свое. Там прихожая за свое. Да, туалет за свое, ванна за свое, кухня за свое, спальня за свое. Так же и в комплексе. Но все эти кухня, ванна, туалет, прихожая, да, они работают на что? Чтобы человек мог в этой квартире жить, рожать детей, приглашать гостей, понимаете? Чтобы была нормальная жизнь. Так же и в комплексе. Каждое упражнение в комплексе, оно усиливает и увеличивает синергию комплекса. Это нормально и это понятно. Поэтому комплекс. Если у вас есть усталость и утомление от какого-то комплекса, значит вы просто не чувствуете единства этих упражнений, не понимаете, чем они объединены, и вы устаете на этом. Если делать любую вещь, одно упражнение, комплекс, с пониманием того, как вот эта штука устроена, да, для чего она, да, тогда у вас появляются внутренние измерения. И вот внутренние измерения, когда есть, когда есть, мы не устаем от внешнего. Ни от внешней формы, ни от повторения, ни от чего. Если внутренних измерений нет, мы их не получили, нам их никто не передал, или мы вообще, может быть, у нас уже, посмотрите, отзывы зрителям. Многие люди вообще считают, что все внутреннее, это все либо от лукавого, либо это умствование, либо ничего этого в природе не существует. Вот если этого ничего нет, то будет только такой эффект от утомления. Ты не сможешь этот комплекс делать долго. Не будешь чувствовать в нем цели, смысла, желания не будет, интереса к изучению себя в этом комплексе не будет. Потому что изучение себя, оно и построено, да, на принципах не только внешнего, но на принципах внутреннего и внешнего вкупе, в синергии. Итак, мы сегодня с вами разобрали, ну как разобрали? Чуть-чуть прикоснулись, чуть-чуть прикоснулись к комплексу тибетской гимнастики. Я высказал какие-то свои очень быстрые и беглые суждения. Конечно же, они все неправильные, и я не буду спорить ни с кем, кто будет утверждать обратное. Ради бога, делайте так, как вы хотите. Я чуть-чуть к этому прикоснулся. Ну, а вообще, конечно бы, я ее перенес на внутренний канал, потому что в ВОКО Возрождении много интересных внутренних параметров, которые бы я на внешнем канале, ох, разбирать бы не очень хотел. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Тем не менее, поделитесь этим видео, поставьте нам лайк, потому что мы старались эту тему донести по вашим просьбам до вас. С вами был Мастер Го, и да, пребудет с вами ОКО Возрождение. ОКО Возрождение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова